Василий Макарович приехал в Москву поступать во ВГИК, я думаю, по велению судьбы. Это не просто было решение его личное, хотя его, конечно, тянуло к литературе, и я думаю, что он чувствовал себе этот литературный дар раньше, чем он обнаружил себе и актерский, и режиссерский дар. Но, приехав же в Москву, как он сам рассказывал, он очень долго не мог привыкнуть к режиму московского. Мало того, что здесь оказались не одни дворцы, но оказалось довольно много маленьких домов, к тому же полуразвалий, как он говорил, он был шокирован, он думал, что только высотные здания и стоят в Москве. Как смотрели в хронике тогдашней, все было снято на фоне блистательных зданий, таких новых, и вдруг Москва наполовину, если не больше, состоит вообще из старых домов. Но главное, что он, привыкший к своему алтайскому существованию, здороваться со всеми, стал здороваться со всеми, кто жил в общежитии на улице, и на него смотрели с удивлением, что тут он со всеми здоровается, и не отвечали. И для него это был шок, как же так, он здоровается, а ему москвичи не отвечают. Он, говорит, я тогда замечал, что у людей такое напряжение в глазах, где это явило этого человека. И явно не узнавая, люди так иногда кивали, иногда проходили вообще мимо. Второй шок был от того, что с ним случилось в первый же вечер, когда он еще не устроился даже на ночлег, его подобрал земляк. Он не смог устроиться в гостиницу, как он рассказывал, и он встретил человека, который спросил, ты откуда? Он сказал, с алтая, вот и я с алтая. Выяснил, что негде ночевать, тот взял его к себе. Он уже был несколько выпивший, а тут еще Вася угостил водочкой в очень шикарной квартире. А утром, прямо как у Чаплина, в огнях большого города, когда Вася прошнулся, он увидел этого человека, глядящего на него, пристал, ты кто? Я, говорит, я, Вася с алтая, ну-ка убирайся отсюда. И Вася ушел, и потом он узнал, что это Иван Александрович Пырьев, знаменитый режиссер, комедиограф, который подобрал его на улице, который приветил, как он думал, земляка, а потом оказалось, что выгнал. И для него это был, конечно, жуткий шок. И он его потом сопоставлял, между прочим, с Михайловичем Ромом, которым он поступил во ВГИК. И Ром разглядел в нем эту искру Божью и взял его к себе. И мало того, что взял, он его заставил отнести в Новый мир свои рассказы, потому что его не сразу взяли. А он послал в октябрь, а октябрь не принял шукшинские рассказы. А он отнесся в Новый мир с рекомендацией Рома к Твардовскому. И тот взял, и шукшин сказал, что вот удивительная вещь, Ром человек городской, Пырьев-то мне должен был быть ближе, а оказалось, что Ром-то меня лучше понимает. И для него, я понимаю, вот это сопоставление Рома и Пырьева было в какой-то степени нарушением той полярности мира, в которой он себя чувствовал на стороне деревенской России по отношению к России городской. У него всегда была такая настороженность по отношению к городу. Если посмотреть печки и лавочки, там очень хорошо видно это напряженное отношение к городу, которая для него стихия не своя. При том, что он уже к этому времени был горожанином, москвичом. Тем не менее, он полагал, что вот там в деревне истинная Русь, и там в деревне люди, которых он понимает, которые его понимают. Кроме того, у него была еще такая, я бы сказал, деревенская мифология крестьянского царя, если угодно. Что вот крестьянский царь наведет справедливость и устроит праведную жизнь на Руси. Я думаю, что он не случайно выбрал Стеньку Разина как выразителя этой крестьянской мечты или, если хотите, идеологии, хотя, в общем-то, это и не идеология даже. Но вот романтическая фигура Стеньки, это Пушкин сказал, что это единственная романтическая фигура в русской истории, конечно, не единственная, но, во всяком случае, это романтизм царя-разбойника, конечно, привлек Шукшина, и его роман, пусть только мы не дали сделать фильм, при первой попытке «Я пришел дать вам волю», очень точно выражает именно это стремление, что придет крестьянский царь и даст волю крестьянам. Но нужно знать, что биография Шукшина с детства была трагической, потому что отца его практически почти на его глазах расстреляли, тут же в 20-30-м, по-моему, году или 31-м, он был совсем маленьким, вот на этой волне раскулачивания погиб его отец, Вася это таил, никогда не говорил, потом при вступлении в партию тоже это не сказал, он сам мне сказал, что он скрыл этот факт. Но то, что мать потом, для того, чтобы вырастить их с сестрой, вышла заново замуж, и для него тоже было травмой, конечно, хотя мать он очень любил. Но вот ощущение того, что придет крестьянский царь и отомстит за горе и беды, и наведет порядок на Руси, конечно, очень долго жила в нем. И я думаю, что город вызывал в нем очень сильное негативное чувство, именно потому, что с ним был связан тот порядок, который пришел в деревню извне, из города, не изнутри. Это потом, спустя много лет, когда он уже по третьему или четвертому разу пытался поставить стенку, ему пообещали на Мосфильме, Бондарчук обещал ему помочь постановкой стенки Разина, если он снимется у него в фильме «Они сражались за Родину». И Вася Шукшин проехал по всей Волге вплоть до Астрахани, а тут их застала холера. Вот представьте себе, карантин, вся Волга объявлена в карантине. Шукшин с художником Пашкевичем и оператором Заболоцким сидит в Астрахани, водка их спасла от холерных палочек, это, правда, было спасительно, и читает архивы. И в этом архиве вдруг обнаруживается, что вовсе не был таким уж ангелом стенка Разина, не только бояр и купцов богатых, дербанил, а оказывается, что как он общался с крестьянами же, как страдали люди здесь же на Волге, простые крестьяне, от его дружины, от него самого, когда он прочитал то, что он творил своим же крестьянским и казацким классом, потому что Шукшина пошатнулся образ. Вообще, если посмотреть все варианты сценария, то видно, как он постепенно уходит от этой идеализации, постепенно в нем рождается такой, если не скепсис, то, во всяком случае, горечь по отношению к этому романтическому образу крестьянского царя на белом коне. Я думаю, что он и город стал лучше понимать, и деревню стал лучше понимать, когда избавился от этой односторонности. Причем его актерский дар необыкновенно глубокий и очень искренний. Я думаю, открылся для него самого довольно неожиданно, потому что я забыть не могу, как мы были... Я был на практике на Одесской студии в 58-м году, в 57-м году я уже забыл, и Марлен Хуцеев тогда снимал свой фильм «Два Федора», где он на главную роль взял Вася Шукшина, студента режиссерского факультета. А мы этого не знали. Мы пришли с Сашей Демьяненко, с Тамарой Семиной на студию. Мы были на фильме «Алова и наумова ветер», я практикантом, а Демьяненко снимался там в одной из главных ролей. Мы пришли проведать Хуцеева, которого знали по премьере «Весны на Заречной улице». А он говорит, сядьте со мной, я сейчас буду дубли отбирать, помогите мне отобрать, какой дубли лучше, а то я уже смотрю час и не могу понять, какой дубли лучше. Зажигается экран, и мы видим на экране Вася Шукшина, к которому мы довольно скептически относились в Авгике. Он был такой очень активный враг всех этих узкобрючников, как он говорил, этих пижонов, даже предлагал Тарковскому брюки резать бритвой узкие. И вдруг я вижу потрясающее, выразительное лицо человека, пережившего войну, не просто внешне воевавшего, как будто сожженного изнутри, который смотрит вслед маленькому Федору, подхваченному солдатским эшелом, возвращающимся в Россию, из Германии, в Советский Союз. Мальчик говорит, что якобы здесь у него родные, он уходит от Федора Старшего, а Федор понимает, что это была ложь, что он может единственное спасти этого сироту. Он стоит, курит, смотрит ему, потом бросается следом, хватает его в охапку и садится в уже отъезжающий поезд. И Морен Хуцеев подложил марш прощания славянки под эти дубли. Вот идет восемь дублей, по-моему, один с другим, и неизвестно, какой из них лучше. И мы чувствуем, что у нас текут слезы у всех. Рядом сидит Тамара Семина, плачет. Саша Девяненко борется с слезами, и у меня слезы текут. От одного лица Васинова, смотрящего на этого сироту следом. Вот, пожалуй, в этот момент я первый раз не понял, а почувствовал значительность этой личности, не играя, несет в себе трагедию. Трагедию не просто поколения прошедшего войну и своего поколения, где отцы погибли либо на войне, либо вот в этих страшных репрессиях 30-х годов, а несет трагедию еще нерешенного будущего, когда есть стремление к этому будущему, есть некий идеал, а пути оказываются не совсем праведными и верными. Вот это, я думаю, то, что бы его мучило всю жизнь, когда он сделал колено красную. Я подошел его поздравить, он говорит, что ты меня поздравляешь с этим фильмом? Ну ты меня лучше с печками и лавочками поздравь. Я говорю, почему? Мне этот фильм очень тоже понравился. Он говорит, нет, там у меня финал не мой. Я говорю, как так? А я хотел, чтобы он с собой покончил. Он не смог встроиться в эту мирную жизнь, хотя его выписала к себе женщина, и он мог бы жить нормально, а он уже не может, потому что он как перекати поле, крестьянин вырванный, это я уже добавляю от себя, вырванный с корнем из земли, ставший перекати полем, именно в этом раскулачивании. И если посмотреть на судьбу Егора Прокудина с этой точки зрения, что-то не просто случайно сбившееся с пути и ставший преступником человек, а именно крестьянин лишь раскрестьянинный, лишенный своей судьбы и своего призвания. И эта страшная сцена, где он рыдает перед избой своей матери, он взял подлинную крестьянку, которая рассказала свою историю. Я думаю, мы поймем вот ту степень трагизма, который нес в себе Шукшин. Поэтому его счеты к городу не были, как некоторые думают, счетами слепого деревенщика, который не понимает уклад городской. Нет, это было другое. Это было именно ощущение того, что нет мира между городом и деревней в силу того, что пути неправедны. И я очень хорошо помню, мы с ним проехали два с половиной месяца по всей Сибири, от Новосибирска, от Академгородка и до Бадайбу. На севере в Якутии. Это незабываемая для меня поездка, потому что мы постепенно сближались и к концу, я могу сказать, мы даже подружились. И у Василия Макарыча была одна поразительная черта. Его невероятная требовательность, я бы сказал, к моральному уровню общества. Он сам не был святым, он мог согрешить, он мог себя плохо вести с женщинами, он мог обидеть невзначай, или иногда даже сгоряча. Но на самом деле, его все время требования нравственности были выше того, что он наблюдал вокруг себя. Вот знаменитая его статья после больницы, когда он спросил, что с нами делается, как мы можем жить так, как мы можем обманывать, как мы можем воровать, как мы можем вести себя так по отношению к близким. Фактически была окриком обществу, да и себе самому тоже. Я думаю, что сегодня Шукшин может быть еще более актуален, чем в свое время, потому что я не знаю, что бы он сказал по поводу нашего нынешнего общества. Я думаю, для него это была бы страшная травма, потому что по-прежнему все вопросы, заданные себе и окружающим, актуальны. По-прежнему он спрашивает нас своей прозой, своими фильмами, так ли мы живем и туда ли мы идем. И я думаю, что Шукшин сегодня нам нужнее, может быть, чем очень многие его сверстники, более знаменитые, может быть, и в нашей стране, и в мире, которым без него, в общем, можно так сказать, нашего поколения представить себе невозможно. Он стал одним из лицов всего поколения, а не только замечательным писателем, артером и режиссером экстраординарного таланта. Он был очень внимательный наблюдатель, я бы даже сказал, такой исследователь этой жизни, по его рассказам и фаб-фильмам тоже, но больше по рассказам, можно составлять социологию советской жизни вот всей сибирской действительности, да? Он потрясающий социолог, по-моему, всего прочего. Ну и не говоря о том, что он замечательно подмечал какие-то характерные черты людей разных уровней, разных классов. Вот такая тоже энциклопедия нашей жизни немножечко того времени. Но именно сибирской жизни. Он не трогал город, ну или город у него всегда был такой представлен несколько странными персонажами, но он прав, потому что это тоже было в городах. У него к Москве было двойственное отношение, мне кажется. Он постепенно становился москвичом, хотя или не хотя, обновился здесь семьёю. Появилась Лида, появились дети, у него маленький его этот домик Крущоба, маленькая квартира, в которой он жил. В общем, он стал частью Москвы волей или неволей. Здесь была работа, здесь были студии, на которых он снимал сначала студию Горького, потом Мосфильм. И я думаю, он стал уже частью этой Москвы, как очень многие люди, приехавшие в Москву из деревни и ставшие москвичами. Как он относился к тому, к той Москве, которую снимал, предположим, Шпаликов с Хуцеевым, к той поэтичной и романтической Москве, я думаю, с некоторой иронией. У меня нет ощущения, что он продолжал не любить Москву, это не так, но что он видел ту же Москву, которую видели Хуцеев и Шпаликов, я не уверен, или Данелия, да? Скорее, у него была Москва как некий идеал, идеал такой столицы, которую она должна нести очень высоко и которую она не всегда выдерживает. Если посмотреть на печки-лавочки, мы поймем его отношение к городу, который не выполняет свои обязательства перед деревней, взявшись перестроить жизнь. он по этому Москву так мало снимал, у него фактически почти нет Москвы в кино, и для меня это не случайность, и больше того, вы знаете, он ведь, надо сказать, очень любопытно, его женские образы и мужские образы очень отличаются друг от друга, и в частности, вот в первых фильмах, он мне однажды сказал, что Алтай это шахтерская, пардон, значит, Алтай это шоферская республика. Шоферская республика, ты что думаешь, потому что много шоферов у нас все на чуйском тракте происходит не случайно. Почему на чуйском тракте? Потому что у шоферов вольная жизнь по сравнению с колхозниками, и мне очень интересны вот эти ребята, которые, с одной стороны, у них в каждом селе по жене, они, конечно, врут, конечно, они выдумщие, конечно, они придумывают всякие истории, но при всем при том, они искренние, они веселые, они свободные. И он начал с образа, вот не случайно он сделал, живет такой парень, человека, который пытается быть внутренне свободным. найти в городе такого рода свободу ему было довольно трудно. И он пытался уйти от этих ребят, которые свободны на колесах, в печках, лавочках, он ведь не случайно сам сыграл этого председателя колхоза, который внутренне свободен, и он не то чтобы не подчиняется, но он делает вид, что он подчиняется указаниям свыше, на самом деле он живет по своему разумению и пытается, чтобы село жило по его разумению. И это другая степень свободы и другая форма свободы. В городе ему было не свободно, мне кажется. Но Москва его в конце концов покорила, мне кажется, вот чем. Он нашел тут людей, которые понимали его как таланта. То, что он не смог сначала найти в Сибири и что он с самого начала надеялся Москве найти, не сразу нашел, но Михайлович Ром его в этом смысле спас. И я должен сказать, что к Рому он относился трепетно. Для него Ром и был воплощением той Москвы, которую он принять может. Михайлович Ром был вообще человеком совести прежде всего, который себя корил за то, что невольно его ленинские фильмы помогали укреплять культ личности. Он-то думал, что они показывают, каким вождь должен быть в противовес Сталину, а оказывается, что этот миф помогал. И это такое на него произвело впечатление, что он запретил себе снимать какое-то время фильмы, набрал ребят во ВГИКе, учил их и искал, что делать ему дальше и как ему дальше работать. И как неудивительно, вот эта сторона его педагогики сыграла большую роль, чем его конкретные указания, как работать с актером, как строить мизансцену, как ставить кадр. Он учил ребят нравственности поведения в искусстве. какой вывод сделал Тарковский из этого, какой сделал Шукшин, какой сделал Мита или другие ученики, это уже от них зависело, но мне кажется, что Шукшин почувствовал вот эту нравственную компоненту. И для него в той мере, в какой Ром воплощал городскую московскую культуру, стала интересна и дорога Москва. Я думаю, что он потому и не уезжал из Москвы. Не только потому, что негде было больше снимать, но и потому, что это была не только Москва-чинуш, не только Москва хаотичная, огромная, для него довольно трудно переносимая по своей атмосфере, но еще и Москва людей, ищущих правду. Редактор субтитров